Я уже сообщал вам недавно, что новое русское слово снова выходит в свет, хотя только лишь в интернете. Я начал рассказывать о биографиях его владельцев и бывших владельцев, начав с Юрия Моши, который владеет газетой «Сейчас». А сейчас расскажу про более колоритного ее бывшего хозяина Вадима Зиновича Рубиновича. В 2003 году, когда украинскому медиамагнату Вадиму Рубиновичу было полвека от роду, он приобрел большую часть пакета акций нового русского слова и сделался владельцем старейшей непрерывно выходящей русской газеты в мире, а также ее радиостанции «Народная волна». Поскольку Рубиновича закрыли въезд в США еще в 1995 году, он не мог посетить редакцию своего нового детища лично и прислал вместо себя в Нью-Йорк группу захвата в составе своего сына Олега, бывшей сотрудницы радио «Свободы» бизнес-вумен Ларисы Мудрак и киевского журналиста Владимира Кацмана. Этот триумвират по очереди вызывал сотрудников газеты на собеседование, часть оставлял, а часть увольнял. Среди вторых был экс-москвич Александр Грант, который освещал в НРС преступность и писал политические передовицы. Как рассказывал мне Грант на днях, когда киевляне вызвали его на смотрины, он попросил увеличить ему гонорары, поскольку работа у Рубиновича, которому давно закрыт въезд в Америку, могла нанести журналисту репутационный ущерб. В подтверждении своих слов он упомянул претензии, на основании которых Газдеп аннулировал Рубиновичу-старшему визу. Среди них были связи с мафией и международная торговля оружием, в том числе поставки его Талибану, который Рубинович-младший отрицал мне в русском самоваре, куда они меня с Кацманом водили. Связь нового хозяина НРС мафии подтверждалась, среди прочего, следующей цитатой из объемистой справки ФБР под названием «Организация Семена Могилевича. Евразийская оргпреступность, изданная для служебного пользования в августе 1998 года». Семен Могилевич участвовал в саммите деятелей русской оргпреступности в Тель-Авиве, проходившей с 10 по 19 октября 1995 года. Участники включали Сергея Михайлова, Виктора Аверина, Бориса Берштейна, Вадима Рабиновича, Леонида Белунова и Арнольда Тама. Предметом обсуждения мафиозного Синедриона был раздел сфер влияния в Украине. Дерзкая попытка Гранта увеличить себе гонорар закончилась его увольнением и из газеты, и с ее радиостанцией «Народная волна», которая закрылась в ноябре 2004-го. НРС, много лет лежавшая в нью-йоркских киосках и даже имевшая свое прозвище у туземцев «Хобо Клобо», так они произносили новое русское слово, пережил ее на шесть лет и скончалась в год своего столетия, которое успела отпраздновать в штаб-квартире «Онна» из Тривер, куда проникла по протекции российская делегация. К этому времени газета давно вернулась от Рабиновича и Ко своему старому владельцу Валерию Вайнбергу и за год до смерти стала еженедельной. Эта метаморфоза была отпразднована в ресторане «Татьяна» на Брайтоне. Кончина газеты не была отмечена никак. Итак, непредупрежденные заранее сотрудники явились на работу и не нашли на своих столах компьютеров. Вот и все. Вайнберг потом перебрался во Флориду и исчез с газетных страниц, но Рабинович продолжает регулярно мелькать и в СМИ, и в соцсетях. Например, в период первого украинского импичмента Дональда Трампа в Твиттере появился следующий пост известного экономиста Андерса Аслунда, который звучал так. Контакты Джулиани в Украине идентифицируются как Геннадий Кернес, Павел Фукс и Вадим Рабинович. Все трое рассматриваются в ФБР как лица, связанные с оргпреступностью, им запрещен въезд в США. Почему этот Джулиани сосредоточился на оргпреступников? Очевидно, потому что они вынуждены больше платить. Так в безумную трамповскую эпоху Рудольф Джулиани, в быт на своем манхэттенским федеральным прокурором сломавший хребет нью-йоркский Коза Ностри, был в полемических целях причислен к сообщникам украинской мафии. Предложение в следующий раз, Владимир Козловский. Субтитры создавал DimaTorzok